Привет! Вчера Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Навального против каких-то непонятных мужиков и изданий. Непонятны эти мужики, потому что в основном это не какие-то большие важные руководители, а либо маленькие, либо вообще заместители. И я отлично понимаю Евросоюз. Против таких людей санкции вести не страшно и последствий никаких. Вводи на здоровье направо и налево. А коллеги, спасибо, что пришли на 48-ю сессию нашего совмещания на тему, как что-то делать, чтобы ничего не поменялось. И сейчас я вам презентую свой доклад. Кстати, ради экологии это просто пустые листы бумаги, которые я уже использовала во время прошлого доклада. После нашей встречи, как всегда, ждем всех присутствующих на заседании суда о том, кто там сбил Боинг в 2014 году. В этот раз Евросоюз ввел санкции против заместителя министра обороны, заместителя главы администрации президента, ну и Пригожина, заместителя дьявола, наверное. Все-таки для человека, который вовлекал детей в проституцию, это, пожалуй, не слишком громкая должность. В общем, под санкциями оказались далеко не первые лица, поэтому я скорее удивилась, когда увидела списки целого главу ФСБ Бортникова. Но тут все оказалось просто. Они с полпредом Миняйло уже и так под санкциями за Украину, так что они теперь, так сказать, дважды кавалеры ордена. Раньше им нельзя было ездить в ЕС, а теперь прям совсем нельзя-нельзя. Лавров уже заявил, что Россия в ответ на эти санкции примет свои, зеркальные. Во-первых, Бортникова и Миняйло теперь будут выдавать по приезду в отпуск на Сочинский пляж не одну бесплатную Черчхелу, а две. Во-вторых, продовольственные санкции Меркель запретят закупать в России Балтику-девятку, а Макрону круассаны в пятерочке. В-третьих, нанесем удар по евро. Российские власти будут делать все, чтобы каждый россиянин получал не больше 200 евро в месяц. Ну а также заочно арестуют всех врачей клиники Ширите, которые отравили Навального новичком. А Навального арестуют, ну так, за несанкционированную кому в публичном месте. В этом евросоюзном санкционном списке помимо Бортникова самое важное лицо, конечно, Сергей Кириенко, который отвечает за всю политику в администрации президента. И для него это, конечно, большой прыжок из главного либерала 90-х, лидера СПС, в санкционный список за попытку убийства. Не думала, что из этого киндер-сюрприза можно будет когда-нибудь собрать химическую лабораторию. Но дороги власти ведут в одну точку. Сдаешь ли ты детей в сексуальное рабство или выступаешь за права человека и вообще экономист? Рано или поздно тебе придется бороться с Навальным. Потому что, ну, со стороны уже все понятно, она уж как-нибудь протянет. А вот Навальный реальная проблема. Ради него не грех и специальную комиссию по дискредитации создать. По крайней мере, Евросоюз утверждает, что такая есть. Не комиссию по борьбе с коррупцией или нищетой пенсионеров. Нет, по борьбе с Навальным. У людей рабочий день, они приходят в офисы и давай выжигать Навальному глаза на фотографии. И у этих чиновников зарплата такая, что весь мой Энгельс можно полгода содержать. Вот что меня раздражает в этой истории больше всего. Кстати, у нас в Саратовской области большое событие. Привезли первую партию вакцин от коронавируса. Знаете сколько? 42 ампулы. Обещали еще 2000 привезти, но уже месяц прошел и как-то, видимо, не сложилось. А тем временем крымские ученые разработали то ли третью, то ли пятую вакцину от коронавируса. Кто разработает последним, тот дурак. Эту новую крымскую вакцину, кстати, можно просто вдыхать. Она разработана на основе воздуха из Евпатории. Ну и надеюсь, что выдыхать тоже можно. До конца года российские ученые просто обязаны разработать 75 разных вакцин в честь 75-летия Великой Победы. Ну и было бы неплохо, чтобы хоть одну применять-то начали, а то у нас каждый день рекорд по заражениям, больница заполнена, а вакциной мы похвастались, но что-то до сих пор ее и нет. А я, наверное, знаю почему. А, наверное, потому что все самые важные люди там вон в комиссии по Навальному сидят, думают, чего с ним делать, заняты все очень. Не до ваших, понимаете, россиян. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю.